Снова здравствуйте, это Укрлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры. Гость нашей студии, заместитель главного редактора форуна ФС «Кронику» Дмитрий Галкин. Дмитрий, здравствуйте. Режиссеры утругаются. Вначале должна была оказываться в трамотургии представитель своего ведущего Андрея Митлёва. Спасибо. Я думаю, зрители нас простят. Ну и очень же хочется начать с главного события. Вот знаете, как сказку. Сегодня в Кремле Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Ну не так. Дело в том, что Людмила брала интервью с Мешко, очень серьезного гостя в нашей студии. Мы с Дмитрием что делали? Смотрели, конечно, буквально по очереди, перебивая друг друга обращения Владимира Путина. И в разных местах как бы вот так напрягались. Я, например, вот этот вопрос, Дмитрий, дважды удивился, когда ВВП вдруг помянул имя Аллаха в суре. Первый раз, когда он сказал, Аллах их знает, чего они его сбили, да? А второй раз, когда, ну, и Аллах, наверное, лишил их разума, эту клику турецкую, когда вот они себя так повели. Вот что имелось в виду, может быть? Ну тут, я думаю, что это просто такой риторический ход для того, чтобы показать, что... Или намек на распределение Эрдогана. Нет, ну и намек, чтобы показать, что Владимир Владимирович Путин не враг мусульман. То есть вот есть мерзкий Эрдоган, который обманул, предал, нанес удар в спину. Ну а в то же время Россия не является, воюет не с мусульманами, она воюет с Эрдоганом. Это большая проблема, потому что вот на самом деле сейчас социологические опросы в разных странах, исламских, они фиксируют ухудшение отношения к России. Потому что так получилось, да, вот объективно получилось, что Россия оказалась врагом суннитов. Россия воюет фактически против суннитов, которые, защищая Алавит, потому что фактически поступая на стороне шиитов, защищая Асада и являясь союзником Ирана. И уже, знаете, да, различные радикальные исламские организации, вроде Исламского фронта, они призвали к джихаду против России, выпустили нашиды соответствующие с призывом к джихаду, и были высказывания богословов. Потому что Россия оказалась в одной связке с шиитским Ираном. При этом здесь еще понятно, что у Ирана давние противоречия, многое противоречие с суннитами, с суннитскими государствами. А вот Россия, которая вроде бы не является исламской страной, оказалась в это втянута. И для суннитов это тем более еще обиднее, потому что она должна, казалось бы, быть нейтральной по отношению ко всем, а оказались против суннитов. Поэтому, и опять-таки, Турция суннитская страна. И поэтому Владимир Ильичу важно показать, что он с уважением относится к исламской религии, что-то тут чуть ли не на стороне Аллаха. Вот их Аллах лишил разума, а сейчас Владимир Владимирович будет так вразумлять. Ну, о трудолюбивом и многостроенном народе Турции он тоже говорил. А потом какие-то помидоры, помидорами они не отделаются. Все это ответы на Эрдоган, потому что и Даватаглу, и Эрдоган сказал, что русский народ – это брат турецкого народа, что мы никогда ничего не собираемся делать против российских граждан. И они же не отменили визы. Они сказали, что мы сохраним безвизовый въезд для россиян, и, пожалуйста, приезжайте, Турция для вас безопасная страна, сказал Даватаглу, и Эрдоган, и какие-то еще государственные деятели, все высказали в пользу продолжения тесных связей с российским народом. И здесь надо было Путину ответить чем-то адекватным, то есть сказать, что и мы не против турецкого народа, а вот у нас есть враг турецкого руководства. Но чуть серьезнее, все же, когда Путин заявил, что Турция, Эрдоган лично чуть ли не покрывает террористов сотрудничество с ИГИЛом, на что Эрдоган сказал, что я готов оставить свой пост, уйти с этой должности президентской, отречься, если это будет подтверждено документально, готов ли Владимир Путин к этому. Вот эта перепалка. Эрдоган сегодня сказал, что Россия торгует с ИГИЛом. Я думаю, что, вы знаете, там такая ситуация, я думаю, что с какими-то структурами, связанными с ИГИЛом, торгуют более-менее все, потому что всем, всем хочется получить контрабандную нефть. Это как все дороги идут в Рим. Это как всегда время боевых действий, кто-то пытается заработать, причем понятно, что люди, которые на этом зарабатывают, они не самые высокопоставленные люди. Наверное, они не имеют отношения к каким-то высшим эшелонам власти, ни к российским, ни к турецким, ну, может быть, только или разве что к сирийским. И поэтому, конечно, если начать какие-то расследования по поводу того, кто именно купил данные, так сказать, данные тонны нефти у исламского государства, там можно выйти на совершенно разных граждан, и американских, и турецких, и российских, и европейских. Мечать не исчислить на звук. Это просто обычные авантюристы, которые пытаются заработать. Понятно, что они потом это тоже куда-то перепродают. В какие-то уже более значимые компании, может быть, связанные с какими-то государственными деятелями, с государственными структурами. Но это не потому, что есть какая-то целенаправленная политика у Турции, у России или у кого-то еще, кроме Сирии, я думаю. Я думаю, что сирийское государство все-таки целенаправленно это делает. А все остальные, я думаю, что это просто какие-то отдельные люди пытаются заработать. Не надо в этом искать какого глубокого смысла. И когда Эрдоган говорит, что у меня есть доказательство, что Россия покупает нефть у исламского государства, а Россия говорит, что у нас есть доказательство, что Эрдоган покупает, Это имеется в виду, что мы можем предъявить, что какие-то российские или турецкие граждане вовлечены в этот бизнес. Наверняка так оно и есть. Странно прозвучало даже из Уз Путина, что турецкие власти пожалеют Асадейном. И он напрямую обвинил власти Турции в гибели. Ну, а уж мы сразу пришли к Турции. Мы вернем, но уж раз начали. Это важно. Хотя это совершенно правильно, потому что единственная внешнеполитическая тематика, которая была в этом послании, это была турецко-сирийская тематика. Да, сирийская тематика. Украинец же слово. Да, это первое послание. Это вернемся, но не смешивайте, это же интересное. Коринфянам. Что касается Турции, то здесь у Путина глубокая обида, потому что Эрдоган сломал всю игру, которая была. Ведь что назревало? Назревало действительно это сотрудничество с Францией и через Францию США в совместной борьбе против исламского государства. И при этом Путин получал бы возможность одновременно с этой борьбой против исламского государства заниматься еще и борьбой с противниками Асада. Ведь понятно, почему так российская авиация открыто бомбила туркоманские селения на сирийско-турецкой границе. Потому что они были уверены в том, что даже уже начало совместной борьбы, даже уже перспектива этой совместной борьбы с Западом против исламского государства является определенной индульгенцией для действий против любых противников Асада. Потому что понятно, что эти туркоманы, находящиеся под прямым влиянием и контролем Турции, никакого отношения к исламскому государству не имеют. И здесь было понятно, что дальше будет делать Франция. Франция решила какие-то свои, я думаю, что Алланд решает какие-то свои внутриполитические проблемы, связанные с избирательной кампанией. И решает какие-то внешнеполитические проблемы. Но мы видели, что уже после Шарли Эбдо тогда была попытка Франции вмешаться в сирийскую войну. И именно под тем лозунгом, что нам надо сотрудничать с Россией, надо создавать какую-то единую коалицию, потому что у нас есть единый общий враг. Но после Шарли Эбдо это все-таки удалось замять. А вот после парижской трагедии это замять уже, конечно, было невозможно. Потому что Франция получала возможность нанести ответ на удар, просто поскольку подобный террористический ад требовал какого-то отомщения. И США в свое время нанесли удар по Афганистану после событий в Нью-Йорке. И вот теперь Франция хотела воспользоваться тем же правом. Правда, конечно, непонятно, почему именно туда надо носить удар. Ведь трудно представить, что сидит в исламском государстве, где у них браки, столица, где еще какой-то центр планирования террористических актов, сидят какие-то люди, которые разрабатывают, финансируют. Понятно, что любая группа может объявить себя лояльной по отношению к исламскому государству, объявить себя частью исламского государства. И нет недостатка в исламском мире, которые готовы профинансировать подобные действия. И никакие там ни деньги, ничего от исламского государства не надо, если это огромное количество из групп, которые объявили себя частью исламского государства. Франция воевала с такими группами в Мали. Когда была война в Мали, там же, помимо этих туарегов, с которыми Франция сражалась, она же сражалась еще и с исламскими правстанцами, которые тоже объявили свою лояльность исламскому государству. Группы, которые объявили себя частью исламского государства, есть и в Ливии, и в других странах Африки. Почему надо носить именно удар по Сирии? Потому что для Франции это было важно, во-первых, с внутрополитической точки зрения, потому что надо показать, кто знает про эти группы. Зато все знают про войну в Сирии. И Оланду надо было продемонстрировать жесткость, решительность и готовность к немедленным действиям. Ну и, во-вторых, сразу появлялась у Франции традиционная для нее игра, которую она вела еще во времена Холодной войны. Это посредник между СССР, а в данном случае между Россией и Западом. То есть, давайте создаем какую-то вместе коалицию, объединимся по общему силе, и тогда у нас появится возможность решить какие-то проблемы с Россией в неформальном виде. Ну и России легче будет пойти на уступки. Одно дело пойти на уступки перед лицом давления международного, а другое дело пойти на уступки, потому что надо поддерживать единство коалиции, которая сражается с исламским государством. И понятно, что создание такой коалиции предусматривало бы в том или ином виде сохранение Асада. Потому что Россия могла войти в такую коалицию. Да и Франция, что ли, и Оланда сказала, что Асад, конечно, может оставаться пока. То есть, он враг, но самый главный враг исламского государства, надо его победить. Турция, которая вложила огромные силы и средства в свержение Асада, и которая пока ничего не добилась на результате своих вложений, оказалась в такой очень сложной ситуации. То есть, теперь, получается, заниматься свержением Асада нельзя, потому что надо бороться с исламским государством. Соответственно, это должна произойти приориентация и всей той части оппозиции, которая контролируется Турцией, антиасадовской. Ну, и понятно, что в этой антиисламской коалиции Турция не получала... Но, опять-таки, должны им измениться отношения к курдам. Тем более, мы видим, что с курдами вообще очень сложная история, потому что их поддерживают американцы. Объективно, Турция же тогда, когда после этих террористических актов в сентябре турецкое правительство заявило о том, что будет вести анти-террористическая война на два фронта — против курдов и против исламского государства. А тут, получается, и, наверное, победа над курдами важнее, потому что курды построили свои государственные образования, фактически независимые, в приграничных районах с Турцией. И это производит большое впечатление на людей, живущих по ту сторону границы, на турецкой территории. Ну и, кроме того, что если начнется какая-то опять гражданская война в Турции, точнее, война с курдскими какими-то повстанческими группами, то воевать с ними будет еще тяжелее, потому что они просто смогут пользоваться сирийской поддержкой, поддержкой стороны сирийских курдов. Поэтому Турция фактически несла упреждающие удары, бомбит с сентября этих самых курдов. А тут, оказывается, если курды становятся частью этой анти-исламской коалиции, анти-исламской коалиции против исламского государства, это и здесь, получается? Нельзя. Нельзя, да. То есть Турция оказалась просто в ужасающей ситуации. При этом, что мы видим, что, вопреки всем прогнозам, которые были, война с курдами принесла Эрдогану победу на выборах. То есть, по сравнению с прошлыми выборами, когда партия Эрдогана не получила большинства, она после начала войны с курдами на волне вот этого патриотического подъема, призыва к национальному единству, получила большинство голосов. Вот он был религиозным подъемом, а то есть он был светским? Это абсолютно светский патриотический подъем, что вот на нас мы ведем войну против террористов, против внешнего и внутреннего урагана, надо объединиться. Причем, я думаю, что и значительная часть курдов, она, в общем-то, не против такого подъема, потому что он же не носит откровенно антикурдского характера, там нет никакой антикурдской истерии. Ну, может быть, это только если там на каком-то низовом уровне. А так на официальном уровне это вот такое вот объединение государств перед лицом внешней и внутренней угрозы, перед лицом террористической опасности. То есть Эрдоган, как оказалось, рассчитал все правильно. То есть, ведь были прогнозы, что вот он начал вот эту антикурдскую кампанию, то есть войну против курдов, и теперь вот Демократическая партия народов, которая представляла какие-то умеренные группы, в том числе и умеренные курдские группы, она возьмет больше голосов, потому что вот к ней потянутся дополнительные избиратели. Оказалось, что это не так, наоборот, избиратели поддержали более жесткую линию руководства, потому что вот призрак, и даже не призрак, а наличие, явное наличие внешней и внутренней угрозы, оно позволило Эрдогану объединить значительную часть турецкого общества вокруг власти. И вот теперь, Вердоган, следующая задача – это провести референдум и расширить президентские полномочия. Он к этой цели шел много лет, уничтожив армейскую оппозицию, уничтожив, подавив СМИ какие-то, установив контроль над политическим пространством. И вот сейчас, когда цель уже совершенно близка на провести референдум и получить дополнительные полномочия, оказывается, что он может предстать не как жесткий лидер, ведущий Турцию к внешнеполитическому успеху, объединяющий страну, а как человек, все проигравший, много лет вкладывавшись в безнадежную войну в Сирии и вынужден уйти, начавший войну с курдами и вынужден ее оставить. И плюс ко всему уступивший, вообще-то сказать, лидерство в регионе Путину, который вмешался и сделал турецкое присутствие в регионе намного менее значимым, чем это было раньше. Поэтому вот эта вот ракета, направленная в российский бомбардировщик, она не столько ударила по России, хотя и по России тоже сильно ударила, но она ударила по планам Франции, потому что понятно, что после столкновения России со страной НАТО никакие коалиции, никакие совместные военные действия становятся невозможны, есть прямой конфликт, и Россия теперь не может пойти на такую коалицию, в которой принимала бы участие Турция, как страна НАТО. Вы может это, помните, стерпится, там, слюбится, извините, упрощенную схему. Сильно вы видите, планы по созданию коалиции Франция оставила. Мы от Франции больше вообще не слышим ничего про то, что надо создать какую-то коалицию и вместе бороться против исламского государства. То есть вот эта вот перспектива создания совместной коалиции антитеррористической Запада и России, она все, она исчезла. То есть мы вернулись к той ситуации, которая была до парижских терактов. И это произошло благодаря вот таким действиям Эрдогана. Вы обратили внимание, в послании Путин еще раз сказал, давайте создадим. Да, да, он говорил обязательно. Давайте создадим коалицию, давайте создадим. Нам надо оставить разноклассия, надо создать опять. Единый международный фронт в борьбе с терроризмом. Единый международный фронт в борьбе с терроризмом, снова как антигитлеровская коалиция под эгидой ООН. И так далее. Но, возможно, это какая-то идея, от которой он вообще не может психологически отказаться. Возможно, это как-то проникло в послание. Послание готовится достаточно долго. Это могло проникнуть еще до этих, так сказать, до этих... А вот, Дмитрий, там еще было такое сожаление выражено по поводу того, что мы могли дать Турции гораздо больше, чем ей давали даже союзники. Такая была у него. Ну, это каждый раз... Он, кстати, и Украине тоже самое. Каждый раз, понимаете? Вот в чем проблема руководства постсоветских государств, но в том числе российского, что они продолжают жить в условиях вот такой позднесоветской реальности. И они не усовершенно... Что вы имеете в виду? Позднесоветская реальность. Ну, то есть вот... Не выступление Лежириновского, которое тоже... Нет, я имею в виду, что им кажется, что вот это пространство, которое они охватывают, оно закрыто от глобальных процессов. Есть глобальный процесс по консолидации значительной части. Это человечество вокруг глобализационных процессов. Фактически вокруг, так сказать, это курсы, которые проводят западные государства. Прежде всего по экономическим причинам. Это не потому, что иногда России кажется, что есть какое-то давление, что люди, так сказать, не приезжают, уговаривают, ломают. Наоборот, правители различных стран, государства, они хотят оказаться в форматоре западной политики. При этом, конечно, некоторые, как Турция, хотят сохранять и внешнеполитическую самостоятельность, и Турция, наоборот, увеличила. Если смотреть на время правления Эрдогана, то внешнеполитическая самостоятельность Турции назначительно возросла. Турция стала ведущей региональной державой, открыто конкурирует с другими американскими союзниками, вроде Саудовской Аравии. Иногда идет в разрез, как это было в ситуации в Иракском Курдистане, с американскими планами. Но при этом Турция никогда не откажется от курса на единство с Западом. Так же, как вот ничего, выгоден для Украины курс, направленный на европейскую интеграцию. Но, наверное, с точки зрения Путина не выгоден, потому что он ведет к каким-то тяжелым экономическим потерям. Если это идет к тяжелым экономическим потерям, нельзя это отрицать. Для России, да? Для Украины. Но помимо каких-то расчетов, связанных с непосредственно экономической выгодой, существуют еще объективные процессы, объективные тенденции, какие-то стратегические перспективы, которые совершенно никак не связаны с ситуацией на постсоветском пространстве, а связаны с глобальными процессами. Потому что на Западе сосредотачиваются технологии, ресурсы, там определяются перспективы мирового развития. По справедливости говоря, о технологиях нужно сказать, что Путин сказал и о новом российском оружии. Да. И о современном. Вообще, хочу сказать, что треть послания, наверное, была посвящена технологическому развитию. Абсолютно. Да, и экономики очень. Ну да, экономики очень много. И очень много было про то, что нам надо заниматься технологическим развитием, надо создавать высокотехнологические отрасли, давайте думать об экспорте. Но это все благие пожелания. Я не понимаю. Я вот послушал. Я так и не понял. А механизмы-то какие будут? Вот как вот Россия собирается производить высокотехнологичные товары, которые будут пользоваться спросом на глобальных рынках? А куда денутся страны Юго-Восточной Азии при этом? Они тоже хотят производить высокотехнологичные товары, которые пользуются спросом на глобальном рынке. И кое-что у них даже получается. При этом есть еще западная Европа, никуда они не собираются исчезать. Есть США, которые тоже пытаются восстановить внутреннее производство. Хорошо, что в мире вас там не было во время презентации, чтобы вы не задавали не нужных вопросов. Там нельзя по формату. Было разъяснение до этого, что только он обращается. Нет, да, да. Но самое наличие этих пожеланий показывает, что наконец-то российское руководство начинает понимать суть проблем. Начинает понимать, что Россия становится неинтересной именно в силу своей социальной, технологической отсталости. Что Россия перестала быть центром развития. И поэтому она теряет союзников, союзники... Все союзники России это те, кто оказался в безнадежном положении. Вот Астас оказался в безнадежном положении, он союзник России. А вот у Ирана чуть начали поправляться дела. И тут уже как-то, так сказать, это... У него, как раз, несколько союзников. Нет, ну понятно, что в Сирии они будут союзниками, что какие-то действия на региональном уровне будут согласовываться. И здесь, думаю, что Иран будет выполнять свои какие-то обязательства. Но, вот, например, что касается уже энергетической сферы, то, конечно, Иран будет действовать совершенно самостоятельно. Хотя он и попросил Россию не волноваться в связи с тем, что иранская нефть возвращается на рынок, и не волноваться в связи с планами Ирана по строительству газопроводов. И вообще не волноваться. Вообще не волноваться. Ни по каким поводам. Так что, конечно, вот этот вот упрек Турции, когда адресованы Турцией, Россия его адресует ко всем странам. Вот мы готовы были вам дать, мы готовы были дать сейчас деньги, оказать помощь, что-то построить совместно с вами. А вы от нас ушли. Вот я вспоминаю, в Украине тоже то же самое. Это было обещано. Всем. А до этого была Грузия, до этого было все. Потому что есть глобальная проблема. Россия перестала быть центром развития. И, соответственно, теряет союзников. Но это больно признать. И поэтому приходится это объяснять какими-то происками или злой волей тех или иных руководителей государственных. А на самом деле это объективный процесс. И понятно было, что Эрдоган был не против сотрудничества с Россией. Мы не против того, чтобы Россия построила Южный поток. То есть это турецкий поток. Потому что у Турции есть твердое намерение превратиться в такой нефтяной газовый хаб для торговли с Южной Европой и Западной Европой. Но он не готов отказываться от каких-то своих стратегических вещей, связанных с региональным лидерством Турции, связанных с тем, что Турция хочет быть ближайшим союзником Запада, но при этом иметь возможность проводить свою политику. И вот, пожалуйста, Эрдоган получил эту возможность. То есть, поскольку коалиции не будет с участием России, то Эрдоган по-прежнему останется главным игроком в регионе. Ну и еще важное, конечно... Правда, США хотят это... Видите, Керри призвал арабские страны активным вмешательством. То есть США все-таки заинтересованы в том, чтобы как-то роль Турции уравновесить. И заметьте, не было однозначной поддержки Турции со стороны США. То есть его поддержали как союзника по НАТО, но вот как бы морально все-таки не совсем поддержали. То есть все-таки, может быть, так не надо было. Но он имеет право на защиту территории. Да, на защиту территории, абсолютно. Союзник по НАТО. Сейчас же отрицает даже уже Россия, что там залетел, что-то на территорию там непонятно. Ну там же проблема не в том, что залетел. Проблема в том, что три раза турецкое правительство просило не бомбить туркоманские селения. Потому что понятно, что туркоманы называются так, они из приличия. Это этнические турки, которые остались на территории Сирии после распада Османской империи. Ну как вот это можно дополнить? Для Турции это очень важная этническая группа, о благосостоянии которой турецкое государство заботится, и положение, которое очень заботит турецких избирателей. Поэтому в нынешней ситуации Эрдоган просто не мог допустить, чтобы была какая-то картинка телевизионная, связанная с тем, что Россия бомбит туркоманские селения, а Турция на это спокойно набирает. Не реагирует. А кто вертолет из Индии буквально? Неужели туркоманы? Ну а что, они же из ракеты. То есть это могут быть они, да? Конечно, да. Не знаю, что Турция же их вооружила. Эти туркоманы достаточно успешно сопротивлялись правительственным войскам. Они, в общем, как я понимаю, немножко и с курдами воюют, и с исламским государством. То есть у них есть опыт какой-то реальный, вот этого ополчения, есть опыт реальных боевых действий. Ну вот все-таки хочется увести вас от Турции, потому что вторая же важная тема очень, это то, что Владимир Владимирович вдруг не вспомнил о братском украинском народе. Ни разу. Ни разу. Я вот думаю, Дмитрий, это хорошо или плохо? Вот я даже не знаю, что думать-то. Ну для кого, смотри. Вот еще запомнишь, что в прошлом послании 19 раз упомнилось слово украина. 19 раз. Послание 13-го года, которое было как раз в разгар вот этого кризиса политического, но правда еще до начала активных столкновений, оно, по-моему, было 10 декабря, а как раз только вот 9-го, помните, была попытка штурма Киевсовета, то есть активных столкновений еще не было. Тогда Украина все равно 14 раз упоминалась. Что произошло, Дмитрий? Что это означает? Означает две вещи. Первое, что проекты, политические проекты, связанные с Украиной, оставлены. Оставлены где, с кем? Опять-таки надо сказать спасибо Эрдогану, потому что вот в чем проблема российского руководства? Оно не может сейчас потерпеть внешнеполитическое поражение. Обязательно нужна внешнеполитическая победа. Очень серьезная какая-то внешнеполитическая победа. И вот по сути дела Минские соглашения стали такой победой в конфликте с Украиной. Минские соглашения, они безусловно позволяют России решить те проблемы в случае выполнения их, которые стояли перед Россией к началу конфликта. То есть создать какое-то препятствие для того, чтобы образовалось откровенно, для того, чтобы курс украинской власти не носил откровенно антироссийский характер. Вот наличие таких вот автономных территорий, у которых к тому же может быть еще какая-то возможность делегироваться, мы еще не знаем, как это будет все устроено, но я думаю, что у них будет какая-то возможность влиять на внешнеполитический процесс, оно предотвращает откровенно антироссийский характер украинского курса. То есть не о вступлении в НАТО, даже если НАТО захочет, да сейчас НАТО не хочет. Но НАТО еще может их со временем захотеть, через пять лет. Ни о вступлении в НАТО, ни о размещении каких-то элементов системы про, американских, ни о каких-либо других вещах, которые действительно представляют угрозу для национальной безопасности России, речи в этой ситуации идти не будет. Вот можно сравнить с тем, какую роль играет Гагаузия в составе Молдовы. То есть Гагаузия, она же на 180 тысяч, по отношению к 4 миллионам, мы скажем, 200, это 5%. Примерно такое же соотношение, если брать территорию чуть больше, у этих автономных образований Донбасса будущих и остальной Украины. То есть это будет такое образование, наличие которого сделает невозможным принятие каких-то внешнеполитических решений, но не помешает проведению общего курса на евроинтеграцию. То есть здесь никто, у Украины, запад не отнимает Украины право, подписав Минские соглашения, то есть навязав Украине Минские соглашения, не отнимает Украины право идти дальше, двигаться дальше в сторону евроинтеграции, но при этом просто гарантирует для России, что вот этот процесс не будет иметь антироссийский характер. То есть нельзя сказать, что это прям полная такая успешная победа, конечно, наверное, хотелось большего, наверное, хотелось, возможно, хотелось и как-то получить возможность давить на государственное руководство более жестко. Ведь в начале речь шла, даже помните, в начале 2014 года, там, в апреле, в мае речь шла о том, что давайте пусть у этих образований будет и собственная вооруженная силы, какая-то национальная гвардия или еще что-то. То есть, таким образом, они могли бы и силовым способом гарантировать какие-то, даже, так сказать, и устанавливать время от времени какое-то пророссийское руководство в Киеве. Но всего этого не будет, ну, будет вот такой вот, ну, вот такой вот добился Путин себе гарантии. То есть, вы хотите сказать, что он не сказал, потому что читает вопрос решенным этой победы? Да, для него этот вопрос решен, здесь победа, она не большая победа, да, то есть, не полная победа, она достигнута. Но ее зафиксировать, да, можно только, так сказать, это с помощью выполнения Минских соглашений и снятия санкций. Пока она не зафиксирована, что о ней говорить-то? Лучше промолчать. Лучше промолчать. А может, все-таки это из-за того, что он не определился или там руководство российское по отношению к проблемам в Крыму? Про Крым было сказано очень грамотно. Вот, про Крым было сказано в рамках социальной политики, что вот те социальные мероприятия, которые проводит, например, Россия, например, материнский капитал, вот крымские семьи стали подозначать материнский капитал, как и остальные российские семьи. Вот еще какие-то там, это в рамках социальных мероприятий. То есть Путин дал понять, что вот мы о жителях Крыма заботимся. Вот некоторые их без света и хлеба пытаются оставить. А мы им материнский капитал, мы им социальные программы. Совсем дешевле. Мы просто по-разному относимся. Мы к ним относимся как к родным, а некоторые относятся к ним как в общем нехорошо. То есть Прокрым была сказана исключительно как про субъект Российской Федерации в той части, которая относилась к социальной политике. Опять-таки он побывал чтобы зафиксировать, что вот мы-то тут заботимся. Он же приехал заботиться. Он же не приехал. Лично. Он же не приехал. Доклады от энергетиков, которые должны запустить энергомостом. Он приехал заботиться. Не понятно, запустилась или нет эта линия. Он же не военных там проверял. Понимаете? И не там проверял какие-то системы оборудования. Апортовали ему именно как главнокомандующим. Ну понятно. Заметно было. Можно понять вообще одну реплику, когда ему Аксенов же говорит, что вот мне постоянно звонят жители Крыма и говорят, что нам вообще не надо даром. Это электроэнергия из Украины. Ну не знаю, какая часть этих жителей. И Путина может сказать, что нам ничего даром самим не надо. Даром ничего не берем. Сказал. Вот есть какие-то хозяйственные отношения. Хозяйственные отношения. Какие-то… Хозяйственные. Да, да. Я думаю, что… Не, ну то есть… Подразумевается этот конфликт на границе. Он заботится. Он заботится. Он заботится. Нет, там не конфликтом есть опасность. Вот есть враги. Они могут напасть. Они отняли свет. Но вот есть человек, который все может решить. А врагов защитит, свет принесет, накормит, напоит. Ну да. То, что он лично приехал – это вообще беспределительный случай. Потому что вот у нас был эксперт по энергетике Михаил Гончар, который сказал, на самом деле же этот энергомост совершенно не решает вопрос энергобеспечения Крыма. Ну, абсолютно. Он привел там достаточно четкие аргументы. То есть, я думаю, что он тоже наверняка знал об этом. Но, тем не менее, он приезжает туда лично. Так он же должен позаботиться, показать. Он скажет, что Кмай решит и даже будет больше этой энергии, чем было. Ну, понятно, что Кмай решит или когда-то решит. Вопрос, это на Путина работает эта блокада и действия. Там непонятно, кто взорвал их. До сих пор уже не выяснил. Ну, значит, работает на Путина. Понимаете, вот я хочу обратить внимание. В послании говорилось про материнский капитал. про то, что тяжелая социально-экономическая ситуация в России. Причем, заметьте, Путин открыто говорил, что в России тяжелая экономическая ситуация. Но не безнадежная. Но не безнадежная. Он связал-то с нефтью дважды. Ну, нет. Он это объяснил. Опять-таки объясняется не происками врагов, не заговором. То есть, это уже нет попыток объяснить, что на нас там ополчились. Объективный процесс. В цене у нас такая экономика, к сожалению, неудачная. Я, правда, не знаю, что там сделал Владимир Владимирович Путин 15 лет. Почему неудачная экономика вдруг неожиданно стала для него неприятным открытием в 2015 году пребывания у власти. Но вот такая вот экономика, надо ее реструктуризировать, надо задать высокотехнологичные отрасли, государство должно помочь. Вот в связи с этим возникают социальные трудности. Мы эти социальные трудности решим и материнский капитал продлим еще как минимум на два года. То есть, мне кажется, что вот это вот само ограничение социальной политики сроком двух лет показывает, что для Путина не существует времени за пределами 18-го года. Он это дает понять, что вот он берет на себя ответственность и провозглашает какие-то социальные мероприятия вот на тот срок, который совпадает с окончанием его нынешнего президентского правления. То есть, для Путина сейчас Крым, как вот для государственного деятельства, не представляет проблемы. Ну, какие-то враги взорвали, ну что ж, какие-то граждане сидят. Поскольку он не будет избираться, да, и эти голоса… А если будет избираться, да, и в этом сомневается, если он будет избираться, у него не будет реально конкурентов, то голоса крымчан не имеет никакого значения. – Ну, поддержка в Крыму, получается, ему возрастает, да, как-то? – Что значит поддержка в Крыму? Поддержка в Крыму – это что такое? – В этом Аксенов сказал просто. – Ну, Аксенов может сказать что угодно. Понимаете? – Ты хорошо, что сразу произнес, кто это сказал. – Я хочу сказать, что Аксенов, как мы помним, в те времена, когда Крым входил в состав Украины, был крупным должником перед украинскими банками, а сейчас, как видно, он… – Ему все простили, вы хотите сказать? – Он сам себя простили. Путин же сказал, не надо отдавать. Помните, был вопрос, надо ли отдавать кредиты украинским банкам? – Нет, конечно. – В 2014 году еще. – Это он только Аксенов сказал, что все остальные… – Нет, он сказал всем гражданам. Он сказал, не надо отдавать ничего украинским банкам. – Как вы думаете, почему украинский президент не сказал нашим украинцам, не надо ничего отдавать, все, что вы должны российским банкам? – Потому что хочу сказать, что у Путина есть ясная цель. Она состоит в том, чтобы зафиксировать Крым в составе Российской Федерации и сделать так, чтобы потом, когда начнется урегулирование крымской проблемы, оно же начнется в 2017 году или перед 2018 годом, обязательно начнется. Были железные аргументы в пользу того, что Крым должен остаться в составе России, потому что социально-экономические связи, выбор населения, улучшение условий жизни, развитие региона, все связано… – Ну, да, входит в единую энергосистему в России уже. – Да, все вошло. Регион никак не… К 2018 году, если так Украина будет продолжать свою нынешнюю политику, Крым никак не будет зависеть от Украины. Вот то, что не смогла сделать советская власть, почему Крым пришлось передать в состав Украины, в состав Российской Федерации, потому что не было возможности обеспечить нормальное обеспечение Крыма продовольствием, энергоресурсами, водой, оставив его в народно-хозяйственном организме России. – Механизм единый был все-таки там? – Нет, ну как это единый? – В России было отдельное народно-хозяйственное организм? – Конечно, у Украины было собственное министерство. – Ну это да, экономически это было одно? – Нет, почему? Все собственные планы. – Крым – большая монополия. – Собственные планы, конечно, на общесоюзном уровне переиспределялись ресурсы какие-то, могли там быть какие-то общесоюзные стройки были или какие-то общесоюзные проекты. Но так-то нормальное функционирование было в рамках союзных республик. Почему, так сказать, бескровно прошло разделение? Никаких-то войн между союзными республиками не было. Если бы это были разные, если бы это был единый организм, было бы все по-другому. Так вот, то, что не смогла сделать советская власть, успешно делает Украина. Украина заставляет Россию заняться обеспечением Крыма всеми возможными ресурсами. И если это произойдет, то тогда у России появится железный аргумент в пользу того, что Крым надо оставить в составе Российской Федерации, потому что его выход повлечет за собой тяжелые последствия для населения региона. – Дмитрий, справедливости надо сказать, что Крым был частью единоэнергетической системы Украины, точно так же были экономические связи, ничего страшного, все нормально пережили и все отлично. – Ну, то есть они забрали Крым и Украину, и ничего. – Так нет, забрали, забрали, это же придется… – Все отлично же. – Это же придется, все равно крымскую проблему как-то придется решать. – Ну, может быть, да. – Нет, нет, не может быть. – Вот я хочу сказать, что, может быть, такое вероятное ощущение было у российской элиты до 15-го года. – А что сейчас? – Я думаю, что они понимают, что придется решать. – Многие говорят, лет через 20, через 30. – Не важно. – Даже многие вынесли вообще со стола переговоры, вот Крым, если бы не было… – Кто выносил? – Ну, я думаю, что Запад уже смирился, что это может быть 20 лет, 30 лет. – Нет, значит, Запад смирился. Запад не будет форсировать эту ситуацию. Потому что Запад, в общем-то, все равно Крым не представляет никакой ни геополитического… – А для Турции разве? – Вопреки того, что утверждает Россия, Крым не представляет ни малейшей геополитической важности в нынешней ситуации. Да, сейчас не 18-й, не 19-й век. Крым – это регион геополитически неважный. По крайней мере, пока нет китайского великого шелкового пути. Вот он появится, может ситуация изменится. Поэтому для Запада все равно, входит Крым состав Украины, входит Крым состав России. Есть нормы международного права, и Запад будет настаивать на их, безусловно, выполнении. Потому что, как мы уже неоднократно говорили, разреши один раз аннексию, и у тебя этот процесс примет какой-то неконтролируемый характер. – Карпичный домик. – Да, все рухнет, все начнут друг друга аннексировать, потому что нет ничего проще. Везде, так сказать, границы проведены так, что они же проводились в постклониальный период, часто намеренно разделяли какой-то этнос государственной границы. И поэтому и в Африке, и в Юго-Восточной Азии по обе стороны границы многие государства живут один и тот же этнос. Поэтому поводов для аннексии тогда будет огромное количество. Не говоря уже о том, что нет такой страны, которая когда-то не была бы больше. – Или не хотела бы быть больше. – Или не хотела бы быть больше. – Да. – Не включала бы какие-то другие территории, которые сейчас не входят в ее состав. То есть вот этот вал аннексии не остановить. Эта проблема впервые стала при создании Косово. И тогда же тоже Албания, хотя она не сильно принимала участие в Косовском конфликте, как-то старалась показать, что мы не являемся стороной конфликта, хотя поддерживала армию освобождения Косово. Албания говорила, что давайте тогда включим этот Косово в состав Албании. И идея была тут же заблокирована, потому что вот это тогда бы напоминало аннексию, хотя и, так сказать, проведенную с разрешением международного сообщества. И Косово в состав Албании не вошло. И Косово является отдельным государством, и в общем-то сказать, не сильно Албании контролируется. Поэтому аннексии совершенно недопустимы. Никто с аннексией мириться не будет. И поскольку российская элита живет в таком позднесоветском пространстве, отделенном от глобальных процессов, с ним казалось, что как-то можно договориться, что как-то произошло. Одна республика у другой что-то отняла, а мы потом все решим. Но в глобальном мире договориться по поводу того, чтобы включить Крым в состав России невозможно. Будет какой-то процесс разрешения. И вот перед тем, как начнется этот процесс, России очень важно, чтобы экономически, с экономической точки зрения, социальной точки зрения регион полностью зависел от России. И Украина помогает добиться этой цели. У меня есть аргумент хороший для Европы, когда это будет решаться. Помните, была такая союзная здравница, да? Общеевропейская здравница Крым. Это, конечно, издевательная. Просто в СССР-то мало куда можно было поехать. А что, в Европе есть куда поехать? В связи с изменением климата такой туристический сезон в Крыму сократился. Сократился. Раньше туристический сезон в Крыму в советское время начинался в второй половине мая, а теперь он начинается в второй половине июня. Это защита здравницы, лечебницы, профилакторий, санаторий? Пожалуйста. Правда, продолжается. Тепло сохраняется до октября, но это уже, так сказать, для массового туризма не имеет значения, потому что студенты и родители с детьми уже не могут в это время поехать. Поэтому превратить Крым в какую-то здравницу… Крым – это черная, с точки зрения экономики, Крым – черная дыра. Это затратный регион. – Я помню, как здравницу. Операции открытые на легких сезон. – Давайте, так сказать, введем выездные визы, и Крым снова станет здравницей. – Выездные визы. будут на оккупированной территории и будут подтверждением того, что минские договоренности честно исполняются. Но до этого Украина должна предпринять ряд шагов, в том числе внести изменения в Конституцию и, конечно, в декабре проголосовать, конечно, вот этот особый так называемый статус Донбасса. – Как вы считаете, есть ли какой-то шанс, что этот особый статус будет проголосован? Потому что многие говорят, что, конечно, он не будет проголосован. – То, что Путин не говорил про Украину, говорит о том, что, по крайней мере, он считает, что такой шанс есть. – То есть он считает, что может быть проголосован? То есть он не стал педалировать? – Нет, он считает, что отсутствие упоминания Украины означает, что победа достигнута, теперь ее надо дождаться, ее фиксации. – То есть все просто так будет. Ну и тогда следующий вопрос. И только после этого Украина может получить доступ к границе? – 300 пропутинских депутатов у нас говорите. – Нет, погодите, здесь же вопрос будет стоять так. Либо Украина выполняет минские договоренности, либо у у нее возникает сложности в отношениях Запада. – Но вот сегодня, вот так как все на этой конференции бесконечно повторяют, что Украина просто обязана выполнить, и что Россия обязана тоже повлиять на эти республики, которые… – Украина повлияет на эти республики. Все, на кого Россия не влияла, они уже, так сказать, в лучшем случае за пределами этих республик, а то это сказать и в могиле. Поэтому у России есть возможность повлиять на руководство этих республик. И, как мы видим, руководство этих республик, если даже и проявляет какую-то самостоятельность, как недавно была попытка активизировать боевые действия, оно тут же по первому же сигналу из Москвы прекращает какое-то самостоятельное поведение. Поэтому нет сомнений, что Россия повлияет. Но я говорю еще… С Украиной что важно? Неупоминание Украины означает, что эта тема для Путина больше не важна. Для него важно сейчас договориться с Западом как-то по поводу Сирии и получить возможность вернуться в качестве западного партнера. Ну и теперь продолжим, что важно для Украины. Мы ждем Байдена в гости. Украина ждет Байдена. И впервые в истории, честно говоря, вот такой американской дипломатии… Ну, по крайней мере, мне нигде не удалось больше что-то прочитать. Некоторые дипломаты говорят, что это действительно впервые, когда Байден будет выступать перед депутатами в парламенте. Это как бы беспрецедентное в истории дипломатии выступление. Вот скажите, пожалуйста, ты приедешь… В смысле? Ну, вот когда он будет обращаться к Байдену, к депутатам… В истории Украины. В истории Украины. Конечно, да. Просто… Такого уровня американский, в общем-то… А Джордж Буш в парламенте выступал? В Верховном Совете Украины? Нет, Джордж Буш. Я только помню около Красного Коба. Подожди, в какой позиции? В какой позиции? В президенте. Ну, так о чем мы говорим? А, это вице-президент. Ну, вы понимаете, да? А, что вице-президент никогда не обращался? Ну, да. Что президент, когда… Вот скажите, пожалуйста, вы думаете, вот можно ожидать, что это попытка повлиять на Украину перед каким-то решающим голосованием, вот именно… Ну, несомненно. …говоренностью. Несомненно. Я думаю, что у США есть две проблемы. США сталкиваются с двумя проблемами. Первое – это то, что в руководстве действительно нет консенсуса по поводу того, что минские договоренности надо соблюдать в любом случае даже перед угрозой разрыва отношений с Западом. Мы видим, что есть некие отдельные политики, которые могут на это пойти. И второе – это тотальная неэффективность украинского руководства. То есть, ничего из того, что Запад просил, не выполнено. Особенно в сфере экономики борьбы с коррупцией. Поскольку вот есть горестный катаклизм в Молдове, который все наблюдают… Миллиард. Молдовский миллиард. Ну, и последующие события. Вот сейчас же в Молдове политический тупик. То есть, ничего из этого кризиса нельзя никак выйти. То понятно, что подобный же кризис в Украине, особенно в нынешней ситуации, особенно в ситуации, когда у России гораздо больше интерес к давлению на Украину и к получению каких-то выгодных результатов, гораздо больше опасность представляет неэффективность украинского руководства, чем молдавского. Поэтому я думаю, что, может быть, речь пойдет о каких-то политических переменах. Например? Ну, например, о способах формирования нового правительства. Ого! То есть, вы думаете, что публично вот вице-президент может заговорить об этом? Я думаю, что не публично. Публично он про это не заговорит. Но я думаю, что… Собеседование проведет, может быть. Собеседование одно дело. Я думаю, что в своем выступлении он может на это намекнуть, что США, так сказать, могут и поддержать какие-то политические перемены в Украине. Потому что до этого США публично говорили никаких политических перемен. США говорили, важно сохранять стабильность, важно политическую, важно поддерживать единство всех сил коалиции. Ни в коем случае нельзя выступать против власти, поскольку это может подорвать единство. То есть, вы хотите сказать, что некоторые политики могут начать нервно курить уже где-то? Ну, я думаю, что да. То есть, я думаю, что… Я думаю, что в принципе… Конечно же, Байден не заявит о том, что необходимо менять правительство. Но я думаю, что вполне возможно, что он намекнул своему правительству в выступлении, что руководство США не будет возражать против каких-то изменений, против формирования какого-то более эффективного правительства, или какого-то правительства больше отвечающего. По требам часа. По требам часа, да. Неужели какого-то Саакашвили или это… Нет, Саакашвили, я думаю, что у Саакашвили планы на Грузию уже, Саакашвили хочет вернуться. Я думаю, что можно найти, но… А где это и по каким признакам вы такое уловили? Конечно, да. Да, потому что… Там еще лет лет. А? Сколько там еще? Выбор в следующем году? Ага. В следующем или парламентский? В следующем году, да? Да, в следующем году. В следующем году, да. То есть он же показывает, что он эффективный руководитель… Лучше быть эффективным в области, чем малоэффективным… Нет, ну, это же… Он же показывает… Он же показывает, что я способен где угодно обеспечить эффективное руководство, и все признают, что я эффективный руководитель. Здесь же как раз вот критика его оппонентов политических настрела в том, что он не умеет управлять. Он показывает, что я умею управлять, и все это знают, что я умею управлять. То есть я думаю, что у него есть планы на возвращение. Ну, и вот если украинский парламент не проголосует за эти изменения, и может ли это быть политической игрой Киева, или это может быть просто… Ну, вот не проголосует. Ну, не проголосует и все. Да, вот либо факт, либо из этого может быть какую-то политическую игру. То есть всегда президент может сказать, ну а я причем? Нет пространства для игры. Никто не собирается играть. Есть четкая, неоднократно выраженная позиция Запада. Украина должна выполнить минские договоренности. Понятно, что никто не будет вводить в Украину войска, если эти минские договоренности будут сорваны. Но в этом случае и политическая, и, соответственно, экономическая поддержка, они могут измениться. Но мы видели же, что, так сказать, это произошло с Шеварнадзе, когда Запад отказался его поддерживать. Шеварнадзе была разве антизападной государственной деятельностью. Шеварнадзе был абсолютно проамериканский государственный деятель. И проводил абсолютно проамериканскую политику. И, в общем, по своей ориентации не сильно отличался от Акашвили. Но поскольку там были внутриполитические вопросы, он, так сказать, не посчитал, что он может действовать в разрез с американскими рекомендациями. Он еще не водил войска. Он еще в Гомсахуруде ослабил Дмири. Да, но в Гомсахуруде другой. Но в Гомсахуруде был все-таки человек опасный. Шеварнадзе не представлял никакой опасности с точки зрения стабильности в регионе. Но когда он потерял экономическую и политическую поддержку Запада, его судьба оказалась достаточно быстро решена. Не потому что, опять-таки, это все же российские мифы, что американское посольство называло где-то Саакашвили, которого поддержали. Просто объективно складывается так ситуация. Но все-таки не будем забывать, что мы живем в постсоветских государствах, для которых огромное значение имеет внешняя легитимность. Эти же постсоветские государства, они все образовались, именно еще, так сказать, под воздействием того, чтобы их внутренняя легитимность в момент образования была ничтожна. Она была вся импортирована извне. Потому что они получили международное признание. И вот эти вот новые правительства, оставшиеся из Беловежской Пущи. Из Беловежской Пущи как-то из Дуголевской Шинели мы все. Ну, некоторые раньше. Но, да, вот некоторые из Беловежской Пущи. Но даже те, кто вышел раньше, кто из состава СССР, как Молдова или Грузия, они все равно очень сильно зависят от внешней легитимности. Ну, при Балтике меньше, потому что они все-таки вошли в состав европейского сообщества. И поэтому утрата внешней легитимности для любой власти, она имеет катастрофический характер. Почему... То есть вы считаете, что если не будет проголосовано, то будет утрачено внешняя легитимность? Внешняя легитимность будет утрачена, со всеми вытекающими внутриполитическими последствиями, вроде нового политического кризиса. может быть даже, так сказать, это более жесткого, потому что Россия получит возможность более активно... Не обязательно, что Россия этой возможности воспользовалась, потому что Россия тоже сейчас не обладает теми ресурсами и возможностями, как в 2013 году. Но мы видели, что во время предыдущего политического кризиса Россия воспользовалась и сумела установить контроль над правительством Азарова и политическим поведением Генуковича. Возможно, что так это произойдет и в этот раз. То есть Россия опять вмешается. Может... Но даже если в российском участии не будет, все равно после этого, в случае, если Украина срывает выполнение Минской договоренности, теряет поддержку Запада, политический кризис не избежит. Ну и прогноз, конечно, в ближайшее время, до конца декабря. Можно я сейчас расскажу? Интересно, что такая тонкость пространства игры, такой прямо театровический тренд. Есть еще один зазор для импровизации в любом пространстве игры. Да, да, да. Все-таки с коалицией нашей. Ниже там никого с Зазорова не видите, она же как-то совершенно неустойчивая, которая должна проголосовать в результате за конституционные изменения и так далее. То есть конституция, коалиция внутри нашего парламента внутри Рада. Я говорю, что высокая вероятность существует того, что украинский парламент не проголосует эти законы. Высокая вероятность. Коалиция распадется. Никто... Запад, вы помните, он все время предпринимал усилия для сохранения этой коалиции. Все время говорили, нет, вы не выходите, вы не выступаете. Важно сохранить единственные демократические силы и так далее. Запад прекратил это сделать. Какой Запад прекратил это сделать, коалиция, конечно, распадется. А если Запад не почувствует, что эта коалиция ему нужна, если она не примет нужные для выполнения немецких договоренностей законы, тогда, конечно, Запад прекратит ее поддерживать, и она распадется. Как это произошло в Молдове? И вот есть яркий пример. В Молдове была абсолютно прозападная коалиция. Абсолютно. Были политики, твердо ориентирующиеся на евро-теграцию. Пошли поработать с коалицией, да, тут норочка? Ну, я думаю, что опять никто не будет сильно… Я думаю, что Байтон даст понять позицию Запада. Тем более, что она известна. Она не секретная, ее никто не скрывает. Позиция Запада простая. Все должны выполнять Минские договоренности. И те, кто не выполняет Минские договоренности, те, так или иначе, почувствуют ошибочность своих действий. Вот простая позиция Запада. Ну, вспомнилась позиция Запада, что сразу после Минска-2 был Дебальцевский этот котел и как-то спокойно осенненно. Опять-таки… И никто не сказал, что это срыв Минских договоренностей. Дебальцевский котел был потому, что им надо… Мы тогда же говорили, что им надо было дать Путину зафиксировать свою победу. Запад, вот понимаете… Почему же никто не дает нам зафиксировать свою победу? Объясняю. Может, мы не рьемся просто к этой победе? Может, пора как-то стукнуть, помните? Здесь поведение Запада полностью рационально. Понимаете, вот… Слишком рационально иногда, Дмитрий, слишком. Слишком рационально. Но это основная претензия к тому, что вместо того, чтобы защищать ценности, они защищают стабильность. Но политическая линия Запада направлена на поддержание стабильности. Сразу Янукович вспомнился почему-то. Абсолютно, да. Но, опять-таки, Запад поддерживал Януковича до последнего. И очень сильно. Я помню, как в начале… Вплоть до января. Вплоть до января 2014 года. Его поддерживали до последнего, пока уже не начались уличные столкновения. И даже после, даже вспомнить это заявление госдепартамента США в связи с договоренностями 20 февраля. Ну, неважно. В связи с этим очень важный вопрос. Ну, что, Запад не чувствовал, куда движется ситуация? Что, не работали спецслужбы? Ничего этого не было? Ну, это же смешно тогда. Нет. Тогда, если они не чувствуют это, то они не чувствуют страну, тогда они ошибаются в стране. Запад постоянно… Вы знаете, опять-таки, основная причина этих Западов – Запад постоянно ошибается. В Афганистане, в Ираке, везде они ошибаются. А сейчас они что же ошибаются? Наверное, может, они ошибаются в Украине, я не знаю. Но есть твердая линия Запада направлена на то, что мы выступаем за те силы, которые позволяют сохранять стабильность, только если эти силы не совсем противны. Вот если они хоть как-то минимально соответствуют возможностям и не подавляют собственное население, потому что подавление собственного населения является первым признаком того, что ситуация рано или поздно все равно выйдет из-под контроля. Они поддерживали Мубарака до конца. Они Мубарака сдали только тогда, стало понятно, что он против собственного населения. Когда Ассад подавлял восстание в шестом году, Запад же не выступал, потому что он стал выступать, когда стало понятно, что Ассад не справляется, что он расстреливает демонстрации с пулеметом, что он бобит собственные города. То есть для Запада стабильность важнее, чем справедливость. Возможно, по отношению к Украине Запад ведет себя несправедливо. Я этого не отрицаю. Но Запад понимает, что если в России начнется обвал власти, а российская власть тоже завязана очень сильно на внешнюю легитимность, если в России начнется обвал власти, то это будет означать и дестабилизацию Средней Азии со всеми вытекающимися отсюда последствиями, и непредсказуемое развитие ситуации в России и в отдельных российских регионах. И главное, что образуется такой вакуум на огромном пространстве, в который по неволе будет втянут Китай, даже против своего желания, но просто потому, что этот вакуум будет непосредственно образован вблизи китайских границ, что еще больше усилит противоречия между США и Китаем, которые обе стороны пытаются избежать. Ведь рост противоречий между США и Китаем носит объективный характер, потому что Китай становится глобальной державой и, соответственно, начинает вмешиваться в глобальные процессы и думать о обеспечении своей безопасности на глобальном уровне. Но ни США, ни Китай не хотят конфликта. Кто не ошибается, точно как граждане России, знаете, вот звоночек там вакуум-вакуум в России, конечно, дальнобойщики российские не ошибаются. Это отдельная тема. Ну как, это все забастовки, демонстрации. А, ну это правильно, борются за свои права. Украины, наверное, как гражданинобойщики борются. Это же красное чутье. Это люди не ошибаются. Но они не ошибаются, они же к Путина апеллируют. Они говорят, президент защити. Потому что, во-первых, плохой, а президент хороший. Напоминаю немножко, 5-й год и январские события, которые тоже демонтированы сейчас экспозиция в Москве, в музее 5-го года. Да, вы слышали? Да. Ну, я говорю о том, что там обращение к царю доброму, да? Да. А экспозицию демонтируют переходить, чтобы народ забыл об этом. О том, как... Ну, 5-й год, вообще революция. Да, да. Да, да. Да, да. Я говорю, что в России, может быть, коммунизация идет полноходом. Ну, прогноз все-таки важный, Дмитрий. Извините. Но все очень сильно зависит от того, как будут развиваться отношения между Россией и Турцией. Потому что сейчас для Путина очень важно продемонстрировать, что он является жестким таким лидером, который не боится прямого конфликта со страной НАТО, который не боится давить и который будет оставить свою линию. Да он уже лет 15 это пытается демонстрировать. Нет. И все тренируется на разных частях мира просто. Он это, наоборот, демонстрирует, но он ни разу, так сказать... Это краткосрочный проект. Да, да. Он ни разу уже никакого конфликта с Западом не допускал. Несерьезного. Он мне прямо скажет, что не буду брицать оружием, не будет России брицать оружием. Да, нет, это нет. Понятно, что речь идет не о военном конфликте. Речь идет о том, насколько сильно будет нагнетаться обстановка в регионе и насколько в это... Ну, скорее всего сказать, что... Здесь это все имеет значение для Украины в каком отношении. Если Путин потерпит в Турции поражение, если станет понятно, что российский ответ слишком слаб или что... Или, например, Эрдоган, который, в общем-то, не хочет нагнетать напряженность и как-то заниматься эскалацией конфликта, который, в общем-то, свои внутриполитические проблемы, продемонстрировав жесткость избирателям, решил. Но если вдруг Эрдоган вынужден будет как-то ответить, вступить в конфликт, может, еще какое-то произойдет военное столкновение, и Россия окажется проигравшей, то, конечно, тогда придется отыгрываться. И отыгрываться... Есть только одна площадка, где Путин может отыграться. — Вы намекаете сейчас на Украину. — Да. Потому что тогда Украина снова возникнет. Это счастливое забвение Украины. Пока мы знаем, что для Путина такой страны нет. Есть страны Сирии и Турции. Но вот если про Украину опять начнут вспоминать на официальном уровне, то это будет плохим признаком. Но я думаю, что вероятность такого сценария, хотя и существует, она не очень большая. Я думаю, что, скорее всего, конфликт в Турции как-то дастся постепенно при помощи Запада как-то смягчить. Может быть, будут одержаны какие-то основы «Тивелизионные победы» в Сирии или еще что-то. — Путину снова дадут сохранить лицо? Ну, это же любимое развлечение Запада — давать Путину сохранить лицо. — Ну, правильно, потому что... — Уж простите, пожалуйста. — Правильно, потому что рейтинг, внутриполитический рейтинг Путина — это единственное, что сдерживает дестабилизацию России. Вы понимаете, что в России, вот на самом деле, в России угроза дестабилизации выше, чем в Украине. Выше. Единственное, что сдерживает — это высокий рейтинг и популярность Путина. Если этого не будет, то дестабилизация неизбежна во всех аспектах — и в экономическом, и в социальном, и в политическом. И возникли снова проблемы регионального сепаратизма. В том числе на этот раз возникли проблемы сепаратизма и населенных этническими русскими областей, которая в начале 90-х была не очень заметной. Сейчас она может совершенно по-другому вылезти. То есть, поэтому для Запада важно, да, вот эта вот линия, которая была провозглашена в письме Козырева, в статье Козырева, помните, он сказал «Дайте Путину нормально уйти». Для Запада важно, чтобы Путин нормально ушел. Но, тем более, что, опять-таки, никому не интересно, чтобы Эрдоган оказался главным победителем в сирийском конфликте. Ну, очень, ну, конечно. И потом же, пока Эрдоган воюет с Путиным, а не воюет с Ираном, турецко-иранский конфликт был бы гораздо более опасен для стабильности в регионе, чем конфликт между Турцией. Ну, правильно, потому что, ведь все забывают, Россия занимается авиационными ударами. Наземно этой операцией ведут части корпуса стражей с Иранской революцией, и вооруженная Ираном шиитская милиция и до недавнего времени Хизбалла. То есть, фактически-то войну-то ведет Иран на землю, а Россия только прикрывает с воздуха. Но главный, так сказать, оппонент, так удалось сделать, что главным оппонентом является Россия. Вот поэтому и нет необходимости, поскольку Иран и Турция воюют в Сирии через своих союзников, нет необходимости выяснять отношения напрямую, нет необходимости прямого конфликта. Поэтому, конечно, Запад заинтересован в том, чтобы Путин не проиграл. Не проиграл ни в Сирии, ни в Украине. Спасибо вам большое, Дмитрий. И сразу пользуясь случаем, хочу вас пригласить в конце декабря. Будем подводить итоги года, делать прогнозы на следующий год. На новогодний огонек, Дмитрий. Так что будем ждать на нашем новогоднем огоньке, как правильно сказал Андрей. Шампанское украинское будет у нас. А как он теперь в СССР называется голубой огонь? Теперь нам нельзя так, потому что целая программа защиты этой части населения. Итак, спасибо вам огромное, Дмитрий. Я хочу напомнить, что заместитель главного редактора форума ФС «Кроникл» Дмитрий Галкин был сегодня у нас в гостях. И сегодня с нами в студии был Андрей Метлев. Ирина Немира, конечно, вела все это вот к победному концу нашему. Спасибо вам большое. И не оставайтесь с нами.